Приветствую, друзья. После пятидрайверной модели ISF компания Knoleach Zenith решила не останавливаться на достигнутом и выпустила еще одну старшую версию наушников KZ-ISX, внутри которой трудятся уже по 10 излучателей на канал. Признаюсь, даже я, с моим очень немалым опытом, столько еще не встречал абсолютный чемпион. Ну а как они звучат, об этом я и предлагаю поговорить в данном обзоре. Поехали. Коробка у модели та самая, с металлическим вкладышем, внутри лежит макулатура и набор прозрачных силиконов-хабушюр с подрезанным сердечником. Все вот ровно, как у знакомых нам KZ-ISF. И, конечно, ровно такой же посредственный кабель. Производитель такое ощущение, что не понимает, что к дорогим наушникам и комплектация должна быть соответствующей, а не вот это самое. В общем, ссылку на нормальный кабель я, конечно же, приложу. Не так уж и дорого он стоит, а результат как день и ночь. А вот сидят ушки, на мой взгляд, просто прекрасно. Как и SF, немножечко выпирают, но держатся замечательно и звукоизоляция у них на весьма достойном уровне. Соединение происходит на двухштырьковом коннекторе 0.75 мм класса пенек. Чувствительность у модели 106 дБ на мВт, а импеданс 20 Ом. Внутри сквозь полупрозрачный корпус видны стройные ряды арматурных излучателей. Их тут не просто много, их тут просто ужасающе много. Причем за низкие и средние частоты отвечают ровно те же самые, как у ASF обновленные 22955S и 29689S соответственно. Количество же смешанных излучателей 31 736S, отвечающих за средние и высокие частоты, увеличили вдвое, теперь 4. А вместо полюбившейся всем пищалки 395S установили аж 4 высокочастотных арматуры 317S, где буква S в наименовании обозначает новое поколение излучателей и отличает их от старого. Компенсационное отверстие здесь конечно же есть, оно одно и расположено на вот этом внутреннем сгибе корпуса рядом с достаточно тонким по меркам самой же КЗ звуковода. Защитная сеточка и бортик для удержания амбишур на своих привычных местах, тут они обошлись без новаторства. Внешняя сторона прикрыта металлической пластиной, однако литера алиф в данном случае претерпела изменения. Теперь она сделана в виде такой позолоченной гравировки, плюс к тому на ней появилось 3 отверстия и дополнительная загогулина. С финикийским алфавитом такая алиф уже бьется слабо, теперь это похоже на какой-то агисхьяльм, он же шлем ужаса. Плату кроссовера по-прежнему можно рассмотреть сквозь вот этот прозрачный выступ, а белая штука внутри, это все та же пластмасса, только вот канальцев там стало намного больше под все установленные излучатели. По замерам имеем хороший быстрый импульс чуть более 100 мс и искажение THD где-то около 1% в пиках. Водопад кристально чистый. Небольшие возмущения тут относятся к погрешностью измерений, это вполне нормально. А вот Сачихану прямо сюрприз. Дело в том, что он почти неотличим от графика предыдущей модели, то есть КЗ-АСФ, за исключением маленького горбика на 2 кГц. А так у нас очень похожий низ, приподнятый на 8 дБ, ослабленная на 6 дБ серединка и выделенная область разборчивости. Высокие прям один в один плавно угасают от 5 кГц вниз. Однако на слух они стали мягче и количественно их ощущается побольше. Ну еще бы, теперь там трудится целых 4 излучателя против одного младшей версии. Какой из этого можно сделать вывод? Да все просто. А кроме верхних частот, все остальное ровно как и у младшей версии. Как у КЗ-АСФ. При этом есть один важный нюанс. В АСФ сцена ощущалась немного приближенной к слушателю, заметно расширяя ее восприятие. А в АСХ подобного эффекта тоже не наблюдается. Сцена здесь находится ровно на своем месте и имеет логичные габариты. Кому-то эта деталь может оказаться весьма полезной и при выборе. Детализация тут, конечно, на высочайшем уровне, причем по всему частотному диапазону. Как и прозрачность и проработка сцены в глубину. Но никакой магии в этом нет. Просто быстрее, точнее и детальнее арматурного излучателя ничего пока еще не придумали. Если же говорить о прямом сравнении АСФ и АСХ, если кто будет выбирать из этих двух моделей, то кроме размеров сцены разница будет лишь в иначе приготовленной верхней части спектра. Понятно, что АСХ все сделано деликатнее и круче, но вот лично мне больше по вкусу пришлась младшая версия. Не знаю, есть ли что-то притягательное? Хотя верха здесь прям шелковые и куда более протяженные. Бас густой, массивный, в меру глубокий, а серединка сочная, плотная и просто нереально насыщенная. Отчего у наушников нет и быть не может каких-то стилистических ограничений или требований к источнику. Любая музыка играет мощно, слаженно и очень мелодично. Единственное, вокалу на мой вкус немного не хватает небольшого печка на верхах, без него звук ощущается сглаженным и как следствие мало стеряет динамики и передачи эмоций. Поэтому, хотя АСХ и нагоняют драйв и мясо, но делают это намного спокойнее, чем младшие версии. Суммарно Knowledge Zenith меня, конечно, поразили. Да, это ж надо было по 10 драйверов в каждое ухо запихнуть. Модель за основу взяли вполне достойную, чуть ли не лучшую, которую сейчас можно найти у данного производителя. Однако в звучании пошли несколько иным путем, добавив в подачу нотки нейтральности, ну и какую-то особенную легкость на верхах. Вот такой вот интересный тюнинг получился у КЗ АСХ, вне всякого сомнения. Очень достойная модель, но лично мне АСФ зашли гораздо больше. Вполне могу рекомендовать покупки обе эти модели. 10 драйверов запихнуть в такой маленький корпус, ну они реально отжигают. Собственно, это был обзор на КЗ АСХ, интересная моделька. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока.